Это мой папа Шрейдер Яков Францович, он очень хороший папуленька был. Это моя родная мамуля, ей тут было 18 лет, она была Пяткер Зара Яковлевна, девичья фамилия Пяткер была. Раньше же было страшное время, при Сталине было же страшное время, и отец наш очень страшно пострадал. Я думаю, это время обратно придет, возвращается, и тебе тогда первый попадет тоже эта же участь, может быть еще хуже, не знаю, но это же страшно было. И поэтому я ничего не хотела, что-нибудь когда-нибудь рассказать, а потом дальше еще и больше ничего. Папа мой родился в 1891 году, мама в 1894 году, бабушка папина мама, она в 1856 году, она родилась. Они жили на Украине. Страшным, трудным образом они приехали сюда, в Казахстан. На Украине не было земли. Все эти немецкие села, которые в Казахстане, все из Украины. Они с собой привезли скот весь, поросята, куры, все, что у них было, инвентарь, грабли, гопаты, лошади, коровы. Все они с собой привезли сюда. Сколько они кочевали из Украины до Казахстана, это я, конечно, не могу сказать. В седьмой и восьмой год они приселились. Много погибло по дороге людей. Это же не только летом надо ехать. Там же надо и зимой. Скот надо пасти. И приехали сюда, вырыли себе землянки, чтобы первой зимы как-нибудь призамывать. Скот, чтобы укрыть. Ведь тут же в Казахстане, там были такие бураны. Это никто не может себе представить. По 14 дней вот руку так не видно было перед глазами. Землянки все, они задулись, их не видно было. Кто первый мог вышкарапаться, он себе выкопал. Так они по очереди это село выкопали. Первые зимы прозимовали. На второй год они же саман делали, дома строили. Посадили деревья, чтобы деревья зеленые были. Нигде ничего же не было. Ну, хоть в деревне, деревья были, границы каждый оградил себе. Весной надо было пахать, сеять, а потом убирать. Это все руками надо было. Там же машинами ничего тогда не было делать. Очень трудно было, если это все рассказать. Это больше слезы были, чем что-нибудь такое. Папа, мама, бабушка у нас жила. У нас старший был Яша, он маленький-маленький умер. Потом Чача Зара родилась в 21-м году. А потом после Зары, Зоя, потом я родилась в 26-м году. В 30-е или 31-е годы мы из этого села, папа с нами, мы уехали на станцию Шербакты. Там он работал бухгалтером. Мы там какое-то время жили. Но мы оттуда поехали на станцию Олейска. На станции Олейска мы жили до 33-го года июля месяца. Там у нас мы покорили маму. Она родила еще ребеночек маленький. И сама она ушла в вечность. Родила она 27-го февраля. Она приехала домой. Но в больнице сильно холодно было, когда она в роддоме лежала. Там печи почти, ну, может быть, и топились, я не знаю как. Но стенки, углы внутри, снег было. Мы думаем, наша мама там, она сильно простыдилась. И так она там кончилась. Мы ее там хоронили. Когда мама наша умерла и мы хотели обратно приехать, Папа написал этой мамой, которой теперь она мама наша осталась. Она же от нас вышла замуж на нашего двоюродного брата. Этот двоюродный брат с их девочкой, они получили в 32-м году чиф. Они чифом обои в одну неделю отец, муж и дочь, она их похоронила. Мама поехала обратно к своим родителям. Она там жила. Папа писал маме письмо. Будет она нас одержать, пока он кого-нибудь найдет. Когда мы вернулись обратно, она нас приняла, мы там жили с ней вместе. Это мы ей говорили всегда, чатя Ева, мама наша. А потом, в то время, там не было старых дев и вдов. Папа, куда он не поехал, километровый искать себе жену, не нашел. Так мама и у нас осталась. Мама была 25 лет, когда она приняла 25 очей. Мы очень дружно жили. У нас в семье слова нет, такое слово у нас не было. Или не буду, мы такое не знали. Я не помню, чтобы нас сильно наказывали, или мы непослушные были. Это я не могу говорить. Только помню, я один раз на соседнего мальчика говорил, это дурак. Папа мне так сильно, он не ругал, он меня взял, обнял. Ты знаешь, как это некрасиво, как ты можешь так сказать? Больше я не помню, говорили мы так. Ну, в общем, я говорю, нет и не буду. Такие слова мы не знали. В 1934 год мы уже жили обратно в Константиновке. Там первый год был урожай. Мы немножко хлеба получили. И этот колхоз развивался. Рабочий день начался у нас. Солнце восходит, мы должны уже быть на поле. Солнце заходит, рабочий день закончился. Пять километров пешком должны домой идти, с пением. Радостные, веселые. Мы никогда не думали, что в жизни еще когда-то будет по-другому. Горячей воды нету, надо что-то выстирать. Холодная вода, без мыла. Пошлепаешь и это повесишь. Утром немножко помешь, оденешься. Такие утюги же не было. Их надо где-то в уголь бросать. А у нас уголь дрова и уголя не было. Это то, что мы топили. Жар не давало. В школу ходили. Сегодня до обеда я одену валенки, после обеда другой. Не было обуви. Ничего не было. Папа первый раз до войны. Он нас презентовые туфли принес. Мне и Зое. И сочиновая юбка серая. А Зоя какой-то сарафан. Такие радостные. Такие мы счастливые были, богатые. Новая ежда была. Так мы жили. И все довольны были. Даже велосипеда не было. Только у овца нашего. Откуда он этот велосипед получил или достал, это я не знаю. Но у него велосипед был. Он каждый на работу ехал 18-20 километров на этом велосипеде. И мы так жили. Потом папа не встал. 37-й год пришел. Страшный. Папа забрали. Он еще утром уехал. Он был на выходной дома. Мама с папой прощались. С нами он попрощался. Сел на велосипед и уехал. А в час дня его через соседние села уже увезли ККБшники. И наша двоюродная сестра, она была, где-то ходила, машина проехала и папа ей махал. Она нам прибежала и сказала, что там мы уже знали, что машина, если едет с одним глазом, одна фара горит, а другая не горит. Там уже знали, забирают некоторые в тюрьме. Там он две месяца был в тюрьме. А 31 декабря, на 1 января, подарок ему – расстрел. И, в общем, больше мы не знали. Это все мы про отца знаем. Но он тоже был верующий. Может быть, из-за этого много брали верующих. В нашем селе не все верующие были, но все равно тоже забрали. А больше у нас никакие мысли не было. Мы не знаем почему. Но так нам пришлось жить, конечно. Мы были дети, враги народа. И тут еще война началась. Всех мужчин и ребята до 26-го года включительно все забрали. В январе месяц. В ноябре забрали всех женщин до 50 лет и девушек тоже включительно 26-й год. Мне было тогда 16 лет. Нас забрали старшая сестра Зоя и мы. В декабре маму забрали. Исполнилась наша девочка 4 года. И маму забрали. Мы были на станции Бугу-Руслан. А мама на станции Сухобезводная туда ее отправили. Многие на север отправили женщин. Мы нас забрали 22 ноября, 24 декабря. Мы приехали в станцию Бугу-Руслан. Мы до обеда приехали. Нам негде было разгрыжать. Потом наконец они освободили там от станции 500 метров был лагерь заключенный. Этот лагерь освободили. Там 29 землянок было. Туда нас поселили. Ни света было. Ни печки не топилось. Ничего. В нашей землянке, где я, где мы жили 19-е, столько много народу. Если один повернется на край, мы все должны повернуться на другой бок. Честно сильно было. Поспали мы в польтах и валенках всю зиму. Там не топило, света не было. Мы когда там приехали, сразу первой зимы, холодно, голодно и тихо. Сразу все тихо. Утром наша там встанет, там наложила целая куча мертвых и увезли каждое утро так. Там, наверное, половина, я не могу сказать, сколько там погибло. Но очень-очень много погибло. Но не полностью. Там все равно живые остались, война окончилась. Но очень-очень много погибло народу. А на станции, на этой станции Бургуслан, в Баку шел фронт. Там вся техника из Баку сюда в Бургуслан. Тайный город был. Сюда привели. Тут временный гараж был. Вот там этот бригадир, его орлов взяли. Он пришел в наши землянки. Ему надо было несколько человек. А мы были как бараны. У нас из нашего села были 24 девушек. Он пришел за несколько рабочих попросить, чтобы там у него немножко помогли что-то. Мы все в 24 ходили. Он не хотел брать, но мы все как-то рано. Пошли все 24 человек. Так мы там и остались работать. А главная работа, это было газопровод проводить. Там же нефть обывали. И наши, все эти, много народу, они траншеи копали. Я там одновременно на заправке. И мы, если горючее привезли, мы должны поехать на бензиновозе, горючее качать на станции. Вот тут вот человек, и там мы накачали эти бензиновозы горючими. И этими занимались так. А наша моя сестра, она и я поставили в токарный цех техничкой. 13 августа 43-го года привезли хлеб. Все бежали за хлебом. А там до обеда разгружали станок. И при разгрузке ножку одну поломали. Пол не цементированный был. Они положили доску так и в станок поставили. Моя сестра стоит около этого станка. И тут хлеба провозили. Машина с хлебом. Весь народ бежит за хлебом. Из этого токарного цеха два мужика остались. На юге же упал станок. То на 600. А там же в цехе только две мужчины были. А он же не совсем на нее упал. Если бы не совсем упал, она бы раздавилась там. Он же там же рядами. Тут один ряд станок. И тут. Она тут стоит. И он упал. И она упала там. И уже такой удар получила. Она могла... Они немножко могли приподнять. Это же... этим человеком. И не могли удержать долго. И она не могла вылезть из этого. Этот станок еще глубже немножко на ней. А потом уже когда люди собрались и по это... И я совсем без сознания. Долго они не могли в сознание прийти. Один глаз и сел на улицу. Это наружу. А другой кров текла. Страшно было, как она выглядела. Но... Ее увезли в больницу. Зоя, она в больнице лежала три с половиной месяца. Вообще-то, когда мы Зоя в больницу везли, ее никто не хотел принимать никакую больницу. Фавшивые фашисты мы были. Одну больницу не приняли, вторую. На третью пополам. А у нее позвоночник несколько раз переломленный. И ребра переломленные. Она ни один укол не получила. Ни одну таблетку она не получила. Так она три с половиной месяца лежала в этой больнице. Ничего не делали. Тетя Зара за ней ухаживала. Я каждый день в больнице пришла. Принесла им этот хлеб, пайка, который их по талонам. Это я отнесла им. Каждый день. 26 декабря мы ее отнесли на станцию, на носилки. Так моя сестра ее увезла домой. Приехали они домой. В 44-м году 9 января. Так она лежала 6 лет. Она не могла ходить. Сидеть она могла. Посадили. Это заросло. Она могла сидеть. Но ходить ничего она не могла. Она столько могла. Она очень красиво писала. Для колхоза стенды. Или что-нибудь сисать. Это она могла. Рисовать она еще могла. Потом научилась шить. Она шила. Внутри эти люди, которые местные, там же большинство чуваши мордвы не были. От нас очень плохо относились. А если мы хотели что-то поменять. за кусочек хлеба или картошкой немножко, или что-нибудь. Они нас палками били или капангами кидали на нас. И собаки пустили на нас. Русские не так. Но это чуваши и мордвины, они очень плохо от нас отрились. И евреи плохо от нас отрились. Но нас не охраняли. Эти вышки стояли. И там они на вышках первое время еще стояли, эти солдаты. Их убрали потом. И этот лагерь. Мы могли на станции ходить свободно. Мы же там были шесть девушек. Когда мы зимой приехали из села, где мы работали. Хлеб получали вместе, чтобы целые буханки были. Там такие буханки были по три двести большие. И мы с девушками договорились. Сегодня мы получили хлеба одна берет буханка. И пойдет и продает. Буханка тогда была по 400 рублей, 350 или 450. Как умеешь продавать. И моя очередь пришла. И я пошла. И шла я на станцию. На станции большой базарщик был. Приедет эшелон. Ребятишек на фронт. Не солдаты, а ребятишки. Наверное, 15-16 лет такие. И прибежит мальчик. Он говорит, девушка, а сколько тебе буханка хлеба стоит? А я говорю, ну, 400 рублей. Так дорого. Мы едем Родину защищать. А вы хлеб так дорого продаете. А я по себе говорю, вы же едете на смерть. Вы же воинвалки не видели. Так и идите. Так и идите поехали. И я свою буханку ему отдала. За бар. Он обрадовался, конечно. И я рада была, что я могла отдавать. Другие себе что-то купили. А я отдала этому солдату. Он очень обрадовался. Он еще побежал где-то, наверное, на картошке. Деньги немножко были. Картошки в мундирах или что-то такое купил. И это. А там кричат. Пить хочу. Кушать хочу эти солдаты. Хоть плачешь, не можешь поднимать. И ничего не можешь подавать. И этот шалон ехал на фронт. Такие дети. Какие чувства были, когда ты узнала, что война закончилась? Вы сразу узнали? Вы когда узнали, что война закончилась? Ну, это же сразу объявили. И это радость была там. Много слезы были. И много плача было. Конечно, те, пока у кого никого не вернулся, слезы были. А кто мог еще вернуться? Они очень рады были. И мы тоже обрадовались. Мы думали, мы сразу поедем домой. Но жарственно. Наши не пустили сразу домой поехать. А почему? Не знаю. Но тут, наверное, эта работа началась. Она не закончена. Что-то должен был делать. Я так думаю. Мне отпустили, дали сразу билет сюда домой. Конечно, мы очень сильно обрадовались. Ну, я благополучно пришла домой. Пришла в наше село. Я наш дом не узнала. Ну, у нас была крыша с чердаком. А теперь эта крыша снесла. Я шла, шла по улице и прошла мимо. Потом обернулась. Потом видела, это наш дом. Мы, те, которые транши копали, мы, которые в гараже работали, нам это очень плохо было. Этот гараж, он же временно был. Они, война кончилась, вернулись. А может, столько много денег, которые я должна была получить, или не только я, и другие. Я это все потеряла. Нигде они же не числились. Они уехали, и мы без ничего. Мы поехали домой, и стреляли. Голыми руками, как будто бы где-то гуляли. Нигде не числились. А потом, когда уже начали писать, там, наверное, что-то осталось. А от нас этот гараж, где мы работали, он уничтожился, технику забрали, там ничего не осталось. И никакие документы, наверное. Мы писали. Папа Зоя, не знаю, сколько раз, она за меня писала, 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 писала. А всегда нет ответа. Больше они ничего не получили. А денег? Я уйма много денег потеряла. Ну, я домой приехала, дома побыла. Потом начала на работу ходить. Разная работа. Что было в бригаде, что заставляли. Работала и поваром, была дояркой. Ремонтировали фермы, мазали внутри, изнаружи, где надо будет. И белили. Потом на уборку. Там уже у нас появились вилки. И мы там должны были на толку работать. Зерно ввечь. Так и работала. А потом и силы закладывали. Это 51-е годы уже было. Подавальщикам никто не пошел, кроме я, подавать. Там такая доска была. Маленький валичек. Три ножи. И я всегда подавала. И тут накидали много зеленой массы. Там застряла. И я хотела поправиться. Рукавица прошла, и моя рука пошла. И меня в больницу увезли. И так я осталась без руки. Это фотография моей трудармейцы. Уже после войны. Война уже кончилась. Но тут на фотографии, наверное, только я еще в живых. Остальные все похороненные. Никого в живых нет, кроме меня. И жизнь прожить, не поле проходить. Но наша жизнь, мы должны уповать на одного лишь Господа. Он только нам помочь. Другой человек, хотя он там и в больнице, там они будут поддерживать. Там это может и вылечивать. А в общем, только один наш Иисус Христос. Он наш помощник. Если кто скажет, это неправда. Это я, пускай говорят, кто хочет. Но я это никогда, если бы не Господь, если не Господь, я бы сегодня не сидела здесь. Это я могу сказать. Дерестатый. Уважаем. Дерестатый. Уважаем наину.